Привет, друзья! Продолжается бесчинство и беспредел Павлова и Кузнецовой и их мальчика Маевского. Вы уже видели, что это творилось на выходные. Они перешли от того, чтобы Маевский сам бегал там по ступенькам и, вернее, по лесенке и снимал провода или добрезал провода. Короче, они уже, чтобы оберечь своего мальчика, решили вызвать вышку. Конечно же, вышка вызывается за ваш счет, то есть за счет дачников. Я уже говорил, что стоимость вышки от двух с половиной до четырех тысяч гривен в зависимости от времени и места приезда. Ну так вот, уже была вышка. Ну, мы уже видели, дачники сделали фотографию этой вышки, номер этой вышки. Конечно, очень интересно было бы узнать, какой был договор на вызов вышки, оплатили ли по договору налоги или это был черный нал. Вот это тоже будет интересно. А после того, что приехала вышка и подключали людей от поставки электроэнергии, люди вызвали полицию. И тут приехала полиция. И началось самое интересное. Вы сейчас увидите, как бы, такой маленький отрывок, что происходило там, а потом я прокомментирую вот эти события с точки зрения того обучения и тех документов, которые есть у Павлова и Кузнецовой, которые они показывают нашим дачникам. Знаете, как Остап Бендер показывал мадам Грицацуевой зеркальце, показывал там санинспекции. Вот то же самое показывает Павлова и Кузнецова дачниками. Думают, что они, если сделали умный вид на своих лицах, то они, эти лица показывают, что это истина во всех инстанциях. Ну, посмотрите. Есть у тебя корочка? Вот скажи, есть? Предъяви, пожалуйста, корочку. Ты залез ко мне на территорию, обрезал варварские провода и бросил их. Зачем? Более того, натяжитель. Зачем ты оборвал натяжитель? Зачем ты свинья сову разорвал? А? Мешала она тебе? Мешала? Я тебя спрашиваю. Вот себе, там на нем висит, скажи, интернет. Зачем ты оборвал натяжитель? Что у меня порвалось теперь, это все остальное упало при ветре? Оборвал провод? Ладно. Ты так решил. Что ты смотришь? Покажи корочку, пожалуйста, что у тебя есть корочка лазит по столбам. Ушли лапый хвост. Ну, вот мои документы. Покажи приказ, что ты у нас электрик. Папаша, огоньку не найдется? А? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Понятно. Видите у него корочка, что он может сделать? Можете предоставить? Предоставьте, пожалуйста. Жильцов вашего кооператива предоставляете им необходимые документы? Нет. Не предоставляют ничего и никому. Никогда. Ложь. Вы просто не хотите смотреть. Ложь. Можете сфотографировать. Второй вопрос. Будьте добры, приказ о его назначении от кооператива. Я не обязана вам. Что значит не обязана? Приказа нет. Приказа нет. Доходит до смешного. Приказа нет. Понятно. Электрик официально вам достаточно, что я вам заявляю? Недостаточно. Это не было урегулировано садоводами. Никто его не принимал. Ну, вот сейчас БС Одессы приезжают и подключают меня на основании корочки. Прекрасно. Вы познакомьтесь. Почитай. Что? Что в этой корочке? Что там написано? Я быстро сфотографирую. Что там написано, что по приказу работает? Почитай. Хорошо. Поезжайте в Киев и все. Что? Поезжайте в Киев и все. Какой Киев? Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. Ну что? Нет. Вы поезжайте и спросите. И вам ответят, что до революции Паниковский был слепой. Шура. Ха-ха. Если бы не революция. Вы можете ответить просто при полиции? Вы скажите. Там написано, что он сотрудник обслуживающего кооператива Соборое товарищество Трако. На основании чего он сотрудник? Приказы. Знания. Правила безопасности. Ну а теперь посмотрим внимательно на корочки. То есть удостоверение, которое Павлова наконец-то предоставила дачникам, чтобы они сделали фотографию с этих удостоверений. Но самое смешное, что знаете, как эта мамочка сынку не дает возможности носить в карманчиках эти удостоверения. Она сама в своем кошелечке носит. Чтобы, не дай бог, там сын где-то налево не пошел, а не показывал свои удостоверения кому-то из других дачников. Поэтому должен быть всегда контроль. Павлова молодца. Не давай, потому что Майерский он такой. Он сегодня сказал да, а завтра возьмет и сделает по-другому. Так вот, смотрим внимательно на эти удостоверения. Первое удостоверение – это Павлова оплачивала за счет дачников обучение свое и еще некоторым там специалистам, так называемым. Один из этих специалистов был Майерский, который получил курс по технике безопасности в Одесском политехе. Там есть контора такая, которая обучает всяким специальностям. Я созвонился сегодня с этой организацией, поговорил с руководством. Значит, в самом деле Майерский прошел обучение. И получил он удостоверение, что он знает технику безопасности при работе на высоте. А второе удостоверение, которое Павлова показала для Александра Росомахи – это удостоверение, которое Павлова сама выписала, поставила свою печать дачного кооператива. О том, что Майерский – электрик третьего разряда и следующее его обучение, вернее проверка его знаний будет через год. То есть там дата стоит, когда он прошел эту регистрацию первую. Если по первому удостоверению проблем как бы нет, да, он прошел обучение по технике безопасности. Но для того, чтобы пройти такое обучение, есть ряд условий. Я пока не буду оглашать эти условия, потому что во всем, что делает Павлова и Грязнецова, я не помню ни одного документа, где бы они сделали что-то честно, не подделав чего-нибудь. Так вот, то самое чего-нибудь они уже подделали. И второе. То удостоверение, которое Павлова выдала Майерскому от своего имени и поставила штамп нашего кооператива и свою подпись – это очередная подделка. И если Павлова хочет, чтобы я это дело огласил, то я это дело смогу огласить в следующей серии. Потому что сейчас я хочу увидеть ее реакцию, чтобы она людям или в своем телеграм-канале рассказала. Или там в очередной серии от этой вот барышни, которая там уже начала стихи сочинять, читает по бумажке очередные свои сочинения. Я вам даю пару дней, чтобы вы как-то огласили на основании чего и как вы дали Майерскому эти документы. Не дадите, пеняйте на себя. Да, кстати, очень интересно было посмотреть на форму Майерского. Там колбасы века. Может быть, он сам в день представляет этот комбинат. Потому что, как бы, красивая форма. Ну и к тому же Майерский постоянно молчит. Вы заметили, он обычно тихо как бы говорил, а здесь вообще замолк. То есть, ему мама сказала не говорить, иначе каждое твое слово будет против тебя. Поэтому он просто молчит, тупо молчит. Единственное, когда он заговорил, когда его полицейская начала опрашивать, он там что-то лепетал. Ну и напоследок. Одиннадцатого числа я получаю на свой телефон по Вайберу сообщение. Сообщение пришло от мадам Кузнецовой, которая работает в политехе, ведущим специалистом в медсанчастнику подразделений. Вы видите на экране это сообщение, и я даже скажу его вслух. Она написала ты поц. То, что она была это, и то, что было сделано с ее телефона, это однозначно есть у меня соответствующие данные. После этого Кузнецова стерла это сообщение, чтобы не было там никаких следов. Кузнецова не успела этой красавицы стереть. Уже есть и имейт твоего телефона, и время прихода сообщения, и симка с этого телефона. Так что я думаю, что уже не отнекаешься. Поэтому я думаю, что нужно послать, может быть, в политех, чтобы люди знали, как Кузнецова в порыве гнева или пьяного угара, не зная, что там было у нее, вот такие рассылают письма. Это письмо, это твой пост, это признак не силы, это признак слабости. Это уже истерика. Я думаю, что это уже необратимо. До свидания. Таких результатов не добивался ни один председатель. Такого никогда в жизни не было. Никогда.